Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик, на канал о красоте, уходе за собой и еще немножечко больше. Меня зовут Ирина, я очень рада вас видеть у себя на канале. Сегодня я хочу с вами поговорить об уходе за тонкими волосами. Если вы зашли на это видео, наверное, вам эта тема очень интересна и актуальна. И так как я сейчас обладательница, увы и ах, тонких волос, тонких сухих и секущихся волос, я хочу с вами поделиться теми средствами, которые я могу отметить и выделить как те средства, которые мне очень понравились после их использования. Я пользуюсь уже достаточно большое время и у меня уже не сложилось мнение и тут у меня есть безусловные фавориты. И так, расскажу маленькую предысторию, чтобы вы понимали, какие у меня волосы, что со мной произошло, что сподвигло меня удариться в тот уход, который я вам сегодня покажу. В 2017 году, точнее до 2017 года состояние моих волос меня полностью устраивало. И в 2007 году у меня было медикаментозное лечение антибиотиками на протяжении долгого времени. И после чего я потеряла значительную часть волос. У меня увеличилось выпадение волос. И волосы сами по себе стали достаточно тонкими. Они стали превращаться все больше и больше в солому. Они стали больше сечься. Они стали более ломкими. И я понимала, что те средства, которыми я пользовалась ранее, они немного не справляются. И в 2018 году я сделала акцент, достаточно большой акцент на уход за волосами. Если вы подписаны на меня в инстаграм, мискик 9970, вы, наверное, видели то, что у меня лента последний год, она просто пестрит уходовыми средствами за волосами. И я бесконечно вам показываю, рассказываю, что пробую, делюсь своим мнением. Если вы еще там на меня не подписаны, конечно же, я вас приглашаю, подписывайтесь. И надеюсь, данные посты для вас будут полезными, информативными и интересными. Итак, давайте с вами поговорим, чем же я пользуюсь, что мне нравится, что я выделяю, как я этим пользуюсь, какой я вижу результат. Начну, наверное, с масла. Потому что я тот человек, который помимо того, что любит маски, перед мытьем и после мытья волос я люблю масла. И всегда открыто говорю о том, что маслами нужно пользоваться, потому что там очень много разных аминокислот, которые, собственно говоря, питают наши волосы. Но, ребят, если у вас от природы свои волосы шикарные, хорошие и у вас хорошо генетически заложенный материал в плане волос, думаю, что вам, в принципе, этот уход, который я сегодня покажу, он не помешает. А если у вас такие же тонкие волосы, как у меня, берите карандашик, записывайте бренды и обязательно что-нибудь попробуйте. Первое, с чего хочу начать, это с масла, которое я заказывала себе с Таиланда. Это масло кокоса. И на мое большое удивление, данное масло кокоса оказалось достаточно экономичным, потому что оно достаточно, оно предельно очень сильно жирное, если правильно сейчас я бы высказала вам. Могу сказать только одно, этого масла нужно небольшое количество для того, чтобы распределить его по волосам, потому что до этого у меня было масло кокоса, которое я покупала на территории России у нас здесь, и мне его нужно было всегда очень много, оно просто лилось рекой, и результат я от него видела, но достаточно слабый. Здесь же от бренда Тропикана, который я заказывала именно в Таиланде, могу сказать, оно настолько жирное, что его нужно немножко, и оно действительно очень хорошо питает волосы. Его я использую не очень часто, но за 40 минут до мытья волос я его наношу, и после его использования волосы блестящие, рассыпчатые, они напитанные, и могу сказать то, что в принципе результатом я от его использования довольна. Оно мне не пересушивает волосы, хотя очень много слышала комментариев, и даже от парикмахеров разных слышала о том, что масла, они склонны сушить волосы, но я не являюсь парикмахером, я простая девушка, которая методом проб и ошибок могу вам сказать, что мне подходит, к примеру, моим волосам, что нет, что работает действительно, а что работает, что не работает. Так вот, вот это масло тропикана, которое я заказывала с Таиланда, на моих волосах сработало отлично, на корни я его не наносила, иногда я его разбавляю этим маслом, то масло, которое у меня есть, но если вы еще не пробовали масло кокоса на свои волосы, я рекомендую вам его попробовать. Оно действительно очень хорошо увлажняет волосы, увлажняет и питает волосы, мне оно очень понравилось, а одушка вот этого масла тропикана, это просто отдельная тема, это очень-очень вкусный аромат кокоса. Есть еще маска, которую я вам хочу сегодня показать, это маска от натурального бренда, от бренда Шоконад, я о ней уже вам, точнее об этом бренде я вам уже говорила, у меня даже есть обзор видео, где я пробовала первый раз использовать данную маску, и могу вам сказать только одно. Эта маска идет у нас шоколадная укрепляющая с маслом жожоба, помимо масла жожоба здесь присутствует еще масло репейное и собственно говоря какао порошок косметический. Данную маску нужно наносить на влажные волосы на 30-40 минут под шапочку. Эта маска достаточно очень сложна в использовании, ее очень сложно смыть с волос, но именно мои тонкие волосы, какими являются сейчас мои волосы, маска делает их более толстыми, более упругими и они, именно кончики волос, они становятся более живыми. А не знаете, становится такое впечатление, что данная маска просто питает волос, но так как маска является жирненькая, я ее использую раза в 10 дней, потому что если чаще ее наносишь, волосы намного быстрее становятся сальными. И минус единственное от использования подобных масок от бренда Шоконад, то что волосы нужно мыть чаще после мытья и применения этих масок, потому что питательных веществ настолько много, что волосы становятся быстро жирными. Но могу вам сказать то, что после использования данной маски, она способствует стимуляции роста волос, питает корни, усиливает кровообращение. Мне понравилось то, что волосы после нее, длина волос напитанная, а корни становятся очень крепкими. И могу сказать, что для тонких волос вопрос крепких корней, это тоже очень актуально, потому что зачастую очень сложно отрастить тонкие волосы длинными, потому что они обламываются, они сами по себе очень хрупкие. И вот с этой маской могу вам сказать, я думаю, что я постараюсь вырасти ту длину, которая у меня была и сохранить именно длину, чтобы она не обламывалась. На данный момент данная маска мне очень нравится, я вам ее смело могу посоветовать. Следующая маска, с которой я сейчас вовсю знакомлюсь, она тоже используется перед мытьем волос. Это маска от бренда Горчица Трон. Помимо того, что данная маска у нас идет для роста волос, и она еще укрепляет волосы. Я могу вам сказать лично от себя. Помимо того, что тонкие волосы нужно увлажнять и аккуратно питать, но еще питать обязательно корни, чтобы просто не потерять вашу шевелюру. Потому что зачастую, еще раз повторюсь, то, что тонкие волосы, помимо того, что они сами по себе тонкие, они еще имеют достаточно слабый корешок луковицу. Поэтому я всегда использую какие-то маски, которые именно укрепляют корни и усиливают кровообращение, чтобы именно волосок был более напитанный, можно так сказать. Что могу сказать от использования данной маски? Производитель нам заявляет то, что данную маску можно использовать для нормальных волос 1 раз в неделю, для жирных 1 раз в 5 дней, для сухих 1 раз в 10 дней. И производитель заявляет то, что данная маска усиливает микроциркуляцию крови и стимулирует поступление питательных веществ. Но могу сказать то, что данная маска, она не вызывает жжения и она неплохо стимулирует рост волос. Конечно же, в лумпо-лумпо я не превратилась, но по крайней мере я стала замечать, что у меня стал появляться пушок от этой маски. И это очень здорово. Срок годности у этой маски всего 6 месяцев. Думаю, я ее доиспользую. Но вообще, ребят, смело могу посоветовать бренд Корчицатрон. У меня на них есть видео, ссылку оставлю где-нибудь здесь. На их уход от... Их уход шампунь и бальзам мне очень понравилось. Тоже для тонких волос. Это просто, ребят, находка. Следующее, что я хочу вам показать, это шампунь. У меня есть 2 шампуня. Один шампунь, который я могу посоветовать для тонких окрашенных волос. Это для тех рисковых девочек, которые от природы имеют тонкие волосы, но они их еще окрашивают. Ребят, я могу вам посоветовать шампунь от бренда Каррес. Это французская профессиональная линейка. У меня сейчас перед вами шампунь для поврежденных волос с маслом органа. Данный шампунь восстанавливает и нормализует нормальный цикл роста волос. То есть такой шампунь антиэйдж. Могу сказать, что это очень концентрированный шампунь. Его нужно совсем немножко. Он мягко очищает, но при всем при этом не пересушивает длину. Несмотря на то, что это профессиональная линейка, он в себе имеет масла. И в принципе данная марка мне очень понравилась. И после использования вот этого шампуня, от использования данного шампуня, мои тонкие волосы, они выглядят очень-очень красивыми, блестящими, рассыпчатыми. Могу сказать, особенность тонких волос. Лично я заметила у себя то, что если какой-то уход не очень хороший, волосы выглядят прям как мочалка. После использования данного шампуня я хочу отметить то, что волосы действительно выглядели очень красивыми, мягкими, блестящими и такими, знаете, шелковистыми. Мне очень понравилось. Волосы действительно были блестящими, красивыми и очень презентабельными. Мне правда очень понравился данный шампунь. Я очень рада то, что я с ним познакомилась и то, что он попал ко мне в руки. Следующий шампунь, с которым я хочу вас познакомить, это шампунь от корейского бренда, от бренда Миша. Корейский уход, он заполонил, мне кажется, уже всю европейскую часть. И каждая европейская женщина уже так или иначе знакома с корейской продукцией. Так давно мне в руки попал шампунь от корейского бренда Миша. Это шампунь, как я поняла, премиум класса. Он у нас идет для поврежденных, окрашенных волос, для тонких волос. Мне очень понравился данный шампунь, он в своем составе имеет масло Камели, ЖЖБА, Органы и также Куэнзим Q10. Девчонки, после использования данного шампуня, он настолько питательный, он настолько увлажняющий, что после него не всегда хочется использовать даже какие-то бальзамы или маски. Он действительно очень хорошо, мягко, деликатно очищает волосы, но при всем при этом он их не утяжеляет. Нет ощущения того, что вы, знаете, воспользовались чем-то таким, что вот прям волосы стали максимально тяжелыми. Они наоборот очень-очень мягкие, по-детски мягкие волосы и они достаточно живые, блестящие. Я осталась очень довольна от этого шампуня и на моих тонких волосах он просто работает великолепно. Также, безусловно, плюс данного шампуня это его одушка. Он нереально очень вкусно пахнет чем-то таким сладким, цветочным. Также данный шампунь очень-очень экономичный, он замечательно мылится, хорошо промывает волосы, при всем при этом не пересушивает скальп. И, знаете, вот просто моя любовь, моя находка. И я смело могу вам тоже посоветовать попробовать данный шампунь. Что шампунь Миша, что шампунь от бренда Карас, они не являются бюджетными. Но, девчонки, они очень экономичные. Мне кажется, вот этих пол-литра, несмотря на то, что у меня длинные волосы, данного шампуня, я думаю, мне хватит на приличное количество времени. Еще я хочу вас познакомить с моими любимыми масками, которыми я пользуюсь в последнее время. И здесь будет профессиональная маска от бренда Карас. Я использовала ее в дуэте с шампунем. Это было просто что-то, знаете, неимоверно классное и сказочное. Мне понравилось, как выглядели волосы. Дуэт Карас, вот этот вот омолаживающий дуэт для поврежденных волос, действительно делает ваши волосы более блестящими, живыми. Такими, знаете, это ощущение того, что вы просто были в салоне. И на самом деле, для того, чтобы красиво выглядели волосы, не всегда можно ходить в салон, можно просто подобрать свой уход. Что могу сказать об этой маске? Ее нужно наносить всего на 3-5 минут, и потом просто смываем, и все. Не надо никакую шапочку. Единственное, что нужно наносить ее не на мокрые, а на влажные волосы, для того, чтобы действие маски было намного лучше. И наносить ее лучше, просто запечатывая, собственно говоря, бутикулу волос. Могу от себя сказать, у нее достаточно яркий аромат, который держится на ваших волосах, но он совершенно не душит, маска не течет, и она хорошо смывается, не оставляет никакой на себе пленки, и волосы, длину волос она не пересушивает, несмотря на то, что она является профессиональной. Очень понравилась данная марка. В принципе, мне понравилась марка Карос, и вот эта вот их линейка, оболаживающая для поврежденных волос. Девчонки, смело рекомендую вам ее попробовать, если у вас окрашенные, поврежденные, тонкие волосы. Думаю, для вас это тоже будет находочкой. Следующее, что я хочу вам показать, это две масочки от бренда Nano Organic. Это натуральная органическая косметика, и это наш российский бренд, на самом деле, я познакомилась с ними тоже сравнительно недавно, но эти два продукта, они мне просто запали в душу, и я хочу с вами поделить. Если вы, как и я, обладательница тонких волос, данные маски для вас тоже будут находкой. Давайте я вам сейчас расскажу о маске, которая предназначена для восстановления сухих волос. Она у нас содержит в составе у нее концентрат кератина, витамин F, масло органы, брокколи, конопли, экстракт березы, хвоща, липы и алоэ. Эта маска нереально круто увлажняет длину. Я могу вам сказать, летом, когда я хожу с распущенными волосами, я, в принципе, не люблю одевать, несмотря на то, что наше лето жаркое. Вы знаете, я живу в южной части России, и у нас лето очень жаркое, горячий воздух, солнце, море, когда плаваешь, и я не любитель закалывать шишки, то есть я всегда плаваю в море с распущенными волосами, а летом, когда еще солнце, волосы дико пересушиваются, когда они тонкие, это прям катастрофа. Но я не люблю носить панамки, я не люблю их прятать, не люблю там ничего придумывать, выдумывать. Я с ними хожу, как уже мне даже парикмахеры, наших местных парикмахерских всегда говорят, Ира, почему ты не одеваешь панамки, либо шляпки, длину надо беречь? Вот как-то вот так вот исторически сложилось то, что не люблю я ничего там вот такого сверхъестественного делать. И когда я познакомилась, на тот момент, когда я знакомилась с маской Nano Organic, с их масками, у меня длина волос, честно могу сказать, она была достаточно сухая, и как раз мне нужно было что-то такое очень хорошее, увлажняющее. Эти маски начинают действовать с первого применения, как профессиональный уход. Несмотря на то, что это органическая косметика, у меня никаких нареканий после ее использования нет, у меня нет никакой аллергической реакции на нее, эти маски работают просто великолепно. Волосы после использования данной маски, они очень блестящие, рассыпчатые, легко расчесываются, они не запутанные. Безусловно, плюс этих масок, то что волосы увлажненные после маски, вот этой вот восстанавливающей маски, волосы очень увлажненные, летом это мне было очень-очень нужно. Да мне в принципе круглогодично нужно хорошее увлажнение волос. Те, у кого длинные волосы, вы меня сейчас прекрасно понимаете. И я с удовольствием вам могу порекомендовать данную маску. Ее нужно наносить либо на 5 минут, либо на 20-30 минут под шапочку. Я чаще всего ее одеваю под шапочку, на влажные волосы смываю. И, опля, волосы красивые, великолепные, я от нее дико довольна. Следующая маска, которая мне помогает остановить выпадение волос, она мне помогает с этим, и неплохо, кстати, справляется. Моя отличница, активная маска от выпадения волос, ускоряет, укрепляет луковицы волос, стимулирует рост, придает блеск, облегчает укладку. Здесь у нас активные компоненты пальма-саболя, готу-кола, шишки-хмеля, крапива-лопух, ценные масла и комплекс витаминов. Витаминов здесь просто какое-то невероятное количество. Что могу сказать? Эта маска по своему составу, она напоминает мне, знаете, такой бальзам, но она достаточно хорошо укрепляет волосы, также полотно волос достаточно блестящее, волосы сами хорошо расчесываются, они не запутываются, они выглядят как после кератинового выпрямления. Очень мне понравилась данная маска, еще раз говорю, она замечательно укрепляет рост, она замечательно укрепляет длину волос, девчонки уже заговариваюсь. Но могу вам сказать одно, если бы мне сейчас предложили, и сказали, Ир, возьмешь ты себе эти маски или нет, я скажу вам, что данная маска должна быть теперь у меня всегда, потому что эта палочка-выручалочка, это просто что-то нереальное, очень крутое, мне понравилось. Срок годности после вскрытия данных масок всего 4 месяца, и это грустно с одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что весь состав, что тут есть, он на мне 100% работал, и я смело вам могу посоветовать данные маски. Вот такой у меня был обзор средств в уходе за своими тонкими волосами. Как обычно, любительница поболтать вам сегодня наболтала очень многое. Надеюсь, данное видео вам было интересным, главное, полезным. Если вы что-то для себя подчеркнули, мне будет очень-очень приятно. Не забывайте, конечно, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие видео, и своими подписками, комментариями, лайками вы стимулируете меня, чтобы я все чаще и чаще вам снимала новые видео. Также, конечно, если что-то вы хотите увидеть, какое-то определенное видео на моем канале, также дайте знать в комментариях. Я прислушаюсь к вашему мнению, обязательно, конечно, сниму. Не забывайте подписаться на мой инстаграм, мискик9970. Я вас всех люблю, люблю, целую, берегите себя и, конечно, своих близких. Мы с вами увидимся в скором будущем, в новом видео. С вами была ваша Ирина. До новых видео. Всем пока-пока.